Приветствую вас на канале RedCat, сегодня нас ждет Супер Баттл. Между собой будут сражаться супергерои Марвел и Бонстики. Детальный обзор коллекции Марвел и Бонстиков вы можете посмотреть на канале RedCat. А сейчас мы сравним обе коробочки для хранения фигурок. Альбом Желтопус и Ракету я продал своим знакомым, так что, к сожалению, сравнивать буду опять альбом Кот. Первый мы сравним альбом Кот для Бонстиков. Альбом закрывается и открывается на липучке. Внутри него есть игра и слоты для хранения фигурок. Альбом из плотного глянцевого картона, из отличного качества материалов. Это красивый, красочный, удобный альбом. А с его другой стороны даже нарисован хвост кота. Я часто пользуюсь этим альбомом, но он еще не порвался и не стерся. За отличный дизайн я даю 1 балл Бонстикам и счет становится 0-1 в пользу Бонстиков. Теперь я осматриваю итальянский альбом для хранения супергероев. Как вы видите, он из очень тонкого картона и прогибается на весу. Края коробочки могут очень сильно погнуться и заломаться. К сожалению, хрупкий и некачественный взят за основу картон. Внутри есть красочная игра и слоты для хранения фигурок. Посмотрите на эти ужасные слоты. Такое чувство, что это не альбом для стикизов, а лоток для яиц. Выглядит все дешево и непрактично. За такой ужасный дизайн супергерои не получают от меня балл. Теперь сравним размеры коробочек. Летающий штаб Марвел выше и шире. За это они получают 1 балл. Счет 1-1. И уже традиционно я даю 1 балл Бонстикам за то, что у них сразу 3 коробочки в коллекции на выбор. Счет становится 1-2 в пользу Бонстиков. Пришло время сравнить вес коробочек. Альбом супергероев на весах показал 74 грамма. Убираю его с весов и взвешу альбом Котю. Он явно тяжелее. Его вес составил почти 183 грамма. Еще 1 балл уходит в копилку Бонстиков. Счет 1-3. Теперь взвесим полные коллекции фигурок. Вся коллекция Марвел весит почти 108 грамм. Убираем их с весов и взвешиваем Бонстики. Как и ожидалось, Бонстики явно легче. Они более чем в 2 раза меньше весят супергероев. Балл уходит в копилку фигурок Марвел. Счет 2-3 в пользу Бонстиков. Теперь взвешиваем самые легкие фигурки из двух коллекций. Супергерой весит 3-5 грамма, а Бонстик птиц в 2 раза меньше. Победа Бонстика. Счет 2-4. Теперь взвесим самых тяжелых героев. Злюдин показал результат 3-36 грамма. Теперь взвесим супервеликана Халка. Его вес равняется почти 7 грамм. И он уверенно приносит победу команде. Счет 3-4 в пользу Бонстиков. Теперь сравним высоту фигурок. Как вы видите, Лимпа намного меньше самых низких супергероев. Счет 3-5. Ну а кто же не их выше? На глаз это определить очень сложно. Раф кажется чуть выше. Поднесем к ним ровную коробочку с ровной плоскостью. Первым касается поверхности своими ушами Раф. Счет становится 3-6 в пользу Бонстиков. А теперь мы поиграем в игры каждой из коробочек. Первыми мы поиграем в игру у Марвелов. Ред Китти будет играть за свою любимую Котю. А я выбрал Капитана Америку. Первым ходил я, но попал на второе поле. Откуда меня отправили обратно на финиш. Котя вырывается вперед. И мне нужно ее догонять. Мне помогает Вижн, который отправил сразу меня на 9-е поле. А Котя наоборот возвращается назад. Ее Железный Человек отослал на поле номер 3. Капитан Америка воспользовался моментом. И начал увеличивать отрыв от Бонстика. Посмотрим какие еще супергерои встретятся на пути у Коти. И Капитана Америки. Котя попала на поле Соколиного Глаза. А это значит, что ей придется пропустить ход. Теперь у Капитана Америки есть шанс закончить игру первым. Супергерой попал на поле злодейского робота Альтрона. А значит он тоже пропустит ход. К сожалению, Котя не смогла догнать супергероя. И в этой игре победил Капитан Америка. Счет в батле становится 4-6 в пользу Бонстиков. А я меняю альбомы и теперь Котя приглашает супергероя поиграть в игру у нее в коробочке. Игра началась. Мы определили, кто будет ходить первым. И можно отправляться к финишу. Котя очень решительно убежала на шестой кружочек. А Капитан Америка смог пройти только на 2 кружка вперед. В игре очень много зеленых кружков, которые по стрелочке тебя переносят назад. Если часто на них попадать, то можно играть очень долго. Я расскажу вам правила, по которым мы решили играть с Ред Китти в этот раз. Красный круг. Пропускаешь ход. Оранжевый круг. Бросаешь кубик еще один раз. Зеленый круг. Идешь по стрелочке, указанной под этим кругом. В принципе, по правилам надо 2 раза кидать кубик, если ты попал на оранжевый круг. Еще мои зрители играют так. Они проходят на 2 кружка вперед после оранжевого кружка. В общем, как кому нравится, тот так и играет. Если вы придумали еще какой-то оригинальный вариант игры, то напишите об этом в комментариях под видео. Кстати, если кто-то из вас уже видел игру в новой коробочке Бонстиков 2, то пришлите, пожалуйста, фото этой игры. Было бы очень интересно ее увидеть. Также мне очень интересно, когда же будут Бонстики 2. Уже в продаже. Кто-то говорит, что в мае, а кто-то говорит, что в сентябре. Я бы, конечно, хотел, чтобы они появились в мае, так как в сентябре выйдет новая коллекция стикеза в Украине, и я буду активно их собирать. Говорят, что в этом году в Украине будут футболисты. У меня уже есть 5-6 футболистов, возможно, из этой коллекции, и, может быть, появится еще и вся коллекция из Германии, так как коллекция футболистов была в прошлом году в Европе. Ну что, давайте вернемся к игре. Марвел попал на зеленую стрелку и вернулся далеко назад. Это хороший шанс для Коти прийти первой на финиш. Цифра 6, а с ней и победа. Счет становится в баттле 4-7 в пользу бонстиков. А теперь давайте посмотрим на все фигурки. В правом углу у нас милые бонстики, а рядом с ним огромные стикезы супергероев. Пришло время сразиться им на стекле и столе. Посмотрим, кто из них сильнее. Марвел тяжелее, так что думаю, бонстиков есть преимущество. Но это только мне так кажется. Пришло время узнать победителя. Я повесил все фигурки на стекло и скоро мы узнаем, кто сможет провисеть дольше всего. На стекле они будут висеть не более 8 минут. А пока они висят на стекле, я покажу вам видео, как они висели на столе. Итак, на столе я уже крепко всех прижал и теперь переворачиваю стол. Справа над окошком я буду показывать текущий счет баттла на стекле. А счет на столе будет в левом углу. Ну что, все готово. Я убираю правое окошко, чтобы убедиться, что оно не закрывает бонстиков. Все в порядке. Как мы видим, на стекле пока еще не упала ни одна фигурка. В этот раз я их прижимал по 2 раза, так что они будут висеть дольше, чем баттли с лодкой бонстики. Марвел уже лишились Халка, Железного Человека и Капитана Марвела. А у бонстиков упали Хоба, Рыг и Кроу. Ну что же, давайте посмотрим, какой будет итоговый результат. Как вы видите, сейчас довольно-таки активно падают фигурки с одной и с другой стороны. Пока минимально преимущество у бонстиков. Так, оно немножко увеличилось, так как у Марвела также упал один супергерой. А пока висят бонстики, я хочу вам также рассказать интересный случай. У меня сейчас на холодильнике висят бонстики. Ред Китти решила, наверное, повторить мои какие-то рекорды и решила узнать, сколько же они будут висеть. И вы знаете, я просто в шоке от бонстиков. Они сейчас висят очень странно. У них как бы уже почти отклеилась их липучка. Они как бы видно, что там уже есть воздух. Но при этом почему-то они еще держатся и не падают. И вот представьте, что эти фигурки завтра в 12 часов уже будут висеть ровно одну неделю. По-моему, это абсолютный рекорд, потому что стикизы, насколько я помню, у меня пан Кальмар. И он же граф Кальмар провисел 68, то ли 64 часа. Да, то есть это как бы намного меньше, чем неделя. Соответственно, возможно, у меня вскоре будет новый рекордсмен. Я не знаю, кто это будет. Сейчас у меня остался Цыпа, Злюдин и Лупач. Вот такие вот неожиданные повороты. Так что вот на холодильнике они действительно очень хорошо крепятся, очень хорошо держатся. Даже несмотря на то, что уже висят в полу, скажем так, в оторванном состоянии. Что касается нашего батла, то счет у нас уже 11-15. И пока лидируют бонстики. Если ничего не поменяется, то очередной балл уйдет в копилку бонстиков. И они вообще станут уже абсолютными победителями. Ну, давайте посмотрим, получится ли их. И что самое интересное, обратите внимание, в правом углу какой счет? 24-24. Представляете, до сих пор ни одна фигурка на стекле не упала. Вот это да. Видимо, я сильно крепко их прижал, потому что они совсем не падают. Когда их прижимаешь один раз, то в принципе в течение 10 минут уже там половина, большая часть лежит внизу. Ну и падают они в принципе довольно-таки быстро. А когда вот ты раз прижал, потом второй раз прошел себя прижал их, то они как бы держатся намного увереннее, намного дольше. Поэтому я, собственно, этого и не делаю. Так как как бы долго следить за тем, как они висят, тоже не очень прикольно. Итак, что у нас с счетом? Счет у нас 7-11. Вау, интересно. На кого вы ставите, ребята? Мне интересно, кто победит. В принципе, бонстиков больше и как бы я не сильно буду долго ждать, наверное, в этот раз. Так, а смотрите, что у нас изменилось на стекле. На стекле у нас счет 24-21. Хм, довольно-таки неожиданно, но 3 бонстика ушли. Так что у нас картина такая, что на стекле лучше держится Марвел, а на столе лучше держатся бонстики. Так что, ребята, еще есть интересная задумка. Я, в принципе, планирую записать видео о том, какие коллекции в 2017 году появляются в странах. То есть, на данный момент вышло 3 коллекции. Это бонстики, это фрукты и овощи в Польше и в других странах, а также смурфики в Болгарии и также в ряде других стран. Если вам интересно, я могу записать видео об этом. У меня даже есть часть этих фигурок. Напишите в комментариях, хотите ли вы подобное видео увидеть на канале. А счет тем временем у нас становится 7-9. Я думаю, они еще повисят где-то около двух минут, и потом уже можно будет их снимать и смотреть итоговый результат. Также я хочу еще после этого батла, по крайней мере, у меня есть задумка такая, снять видео, где будет сражаться ракета из космоса, стикизив, и будет сражаться ракета с бонстиками. Это видео я как раз успел записать, пока не продал саму ракету. Я решил не оставлять все три коллекции, потому что у меня есть знакомые, которые тоже очень хотели, чтобы у них была такая коллекция, и поэтому пришлось продать. Ну да ладно, в принципе, как бы все равно тремя коллекциями ты не будешь играться сразу, поэтому я ни о чем не жалею. А тем временем у нас уже счет 6-9. И все ближе и ближе бонстик к победе. А на стекле, как мы видим, 23-19 в пользу все-таки супергероев. Так что, возможно, у нас в этих батлах будет счет 1-1. Давайте посмотрим, кто упадет в следующий. Так, оп, кто-то отвалился из Марвелов. И счет становится 5-9. Так вот, давайте вернемся к теме. Я, как я уже сказал, записал, в принципе, батл между ракетой и с бонстиками, и ракетой со стикизами. Кстати, я даже не помню уже, чем закончилось этот батл. Ну и, конечно же, даже если бы помнил, вам не сказал. Так что, если вам, опять же, таки интересный этот батл, напишите в комментариях. Возможно, просто... Я просто думаю над тем, нужно или не нужно, потому что просто таких батлов, как правило, очень много негативных комментариев, что бонстики не очень хорошие, стикизы не очень хорошие. И начинаются такие совместные, скажем так, угрозы и нехорошие слова в адрес своих сверстников. Поэтому, как бы, именно из-за этого мне не очень нравится записывать подобные батлы. Итак, что мы видим? Мы видим 5-7 в пользу бонстиков, так что, в принципе, уже почти-почти Марвел догоняет бонстиков. Ну что ж, я думаю, что тут уже ничего не поменяется, поэтому, наверное, я буду фиксировать окончательный результат, и в этом баттле побеждают бонстики с минимальным счетом 5-7. Общий счет становится 4-8 в пользу бонстиков. Так что Марвел уже никак не смогут догнать бонстиков. Ну, мы теперь окончательно уже перешли на стекло, смотрим, что здесь. Как вы видите, да, несколько поупало. Я не вижу двух зелененьких бонстиков, моего любимого кракера из Людина. Ну, остальные, в принципе, висят. Так, а вот тут еще не вижу. Рафа не вижу. Ну, и может, и кого-то еще. Ладно, не буду я вспоминать. Так, кто-то упал. Упал, кто-то только что буквально сорвался. И насколько я успел так увидеть, это была, по-моему, Акула. Акула Кусака. Так что счет у нас стал 20-16 из-за этого. Ну что ж, как я тоже, в принципе, говорил уже, мы будем смотреть всего 8 минут. Они уже истекли. И вот буквально последние секунды остаются. Поэтому в этом баттле победу одержат супергерои. Ну все, ребята, не хотите падать, не надо. Общий счет 5-8 в пользу бонстиков. Бонстики победили. Ставьте лайк, кому понравилось. И до новой встречи на канале RedCat. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова